итак как вы уже заметили это очень необычный пазл масштабный оригинальный и нереально стильный глобус головоломка выделяется на фоне прочих аксессуаров для рабочего стола сейчас я подробно о нем расскажу и даже попробую собрать с вами канал кубик тв поехали а начнем мы вот с такой подставки она не только служит опорой для этого глобуса но и хранит в себе магнитную палочку с помощью которой и выполняются манипуляции с элементами этой головоломки сам глобус имеет диаметр 30 сантиметров и состоит из металлических пазлов и магнитной сферы материки изображены матовым а моря и океаны глянцевым способом интересно если пазлы здесь являются по сути земной корой то магнитная сфера которая не примагничиваются так как же называется следующий слой земли напишите ответ если вы его знаете в комментарии правильные мы отметим сердечком что же давайте посчитаем масштаб этой модели по отношению к нашей планете диаметр земли составляет 12 тысяч семьсот сорок два километра нашего глобуса 30 сантиметров тогда получается что-то около один к сорока миллиона вы знаете наблюдая такую красивую вещь у себя на столе сам по себе начинаешь мыслить более глобально кстати это далеко не единственный 3d пазл в нашем магазине на сайте кубик и неё этим головоломкам посвящен целый раздел там и крутые модели автомобилей на них мы к слову также делали обзор и объемные пазлы а также есть и куча классических пазлов в общем точно найдете что-нибудь интересное ну а мы сейчас продемонстрируем фрагмент сборки этого красавца предварительно разобрав пользуясь случаем расскажу вам немного истории в произведениях античных писателей упоминается о том что кротес молоский древнегреческий философ последователь аристотеля и хранитель пергамской библиотеки еще во втором веке до нашей эры изготовил модель земли форме шара не сама эта модель никакие либо ее изображения до наших дней не дошли поэтому самым первым по крайней мере самым древним из всех сохранившихся глобусов считается шарообразная модель земли диаметром 54 сантиметра созданная немецким географом путешественником и математиком мартином бэхаймом в 1492 году находящиеся ныне в музее города нюрнберг вскоре после появления глобусы дающие более точные картографические представления начали появляться во дворцах монархов кабинетах министров и просто модных домах европы став символом просвещения особенно популярны были голландские глобусы изготовляемые амстердамскими мастерами блау они создали эту модель земли которая была подарена русскому царю алексею михайловичу в 1672 году первую на руси самой же известной из всех зарубежных моделей земного шара является готовский глобус диаметром 3 метра 11 сантиметров изготовленный немецким ученым адамом ольшлегелем в 1664 году а в 1713 подаренный петру первому крупнейший в мире глобус по имени эрта расположен в штаб-квартире американской компании delorm которая занимается выпуском картографической продукции находится уникальный глобус в городе ярмут штат мэн в диаметре эрта составляет 12 с половиной метров и весит более двух с половиной тонн глобус настолько велик что для детального просмотра северного полушария нашей планеты вам понадобится подняться на второй или третий этаж один миллиметр на глобусе составляет в реальности ровно один километр глобус занесен в книгу рекордов гиннеса торжественное открытие состоялось в 1999 году новый рекордсмен побил предыдущий рекорд на 274 сантиметра экс-рекордсмен находится в итальянском курортном городке пезарро а у вас дома или в школе есть глобус хорошо тогда скажите как вы думаете география связана с математикой если вы еще сомневаетесь над ответом предлагаем вам решить такую задачку на поверхности глобуса проведены 17 параллелей и 24 меридиана насколько частей проведенные линий разделили поверхность глобуса ответ пишите в комментариях правильный мы отметим сердечком в итоге можно смело сказать что глобус это не просто стильный аксессуар но и полноценная головоломка созидательный процесс сборки отлично тренирует внимательность и концентрацию этот глобус очень крутой подарок для успешного руководителя а с вами был канал кубик тв продолжайте развиваться